Сегодня знаменательный день. Сегодня вышел первый подкаст пресс-клуба. Мы давно слышали запросы нашего сообщества. Многие нам говорили, да когда вы уже начнете делать подкасты, потому что не очень удобно смотреть видео. Ну вот, мы собрали себя в кучку, и мы сделали первый подкаст. Мы обратились к Лике Кремер. Лика Кремер — это человек, который на Медузе заведует массой подкастов. Так как я большая фанатка их подкастов, мы не могли их, в общем-то, пройти мимо. Лика рассказала нам о том, как появились подкасты на Медузе и для чего они вообще им нужны. Послушаем. Наши первые попытки были довольно робкие и неуклюжие, а именно мы просто читали вслух еженедельную рассылку Медузы, вечерняя Медуза, и записывали в каморочке, в шкафу, на какие-то подручные средства и микрофоны, и выпускали это в Телеграме. Но потом и постепенно, так как Медуза — это невероятная творческая лаборатория, и здесь очень много и одновременно и трудоголиков, и идеалистов, и очень умных, и трудолюбивых людей, то мы, нам не нравились самим наши первые попытки, поэтому мы стали экспериментировать с этим жанром, пытаться понять, что мы можем изменить, и как должен быть устроен подкаст, чтобы он звучал как живая речь, а не как начитка, чтобы поделиться голосами тех людей, которые делают Медузы, с аудиторией, потому что Медуза во многом была таким проектом, у которого не было имени, кроме имен основателей, как бы никто не знал, кто эти люди, которые делают Медузу, или, по крайней мере, если и знал, то довольно ограниченный круг друзей-журналистов. И таким образом мы стали звучать, у Медузы появился голос, а я вспомнила, что мои любимые подкасты, это подкасты издания Slate, которые я слушаю уже много-много лет, и они были устроены следующим образом. Издание Slate, National Public Radio, пришел журналист Энди Бауэрс, и сказал, предложил журналистам попробовать новый жанр подкасты. Он стал отзывать их просто в комнату в редакции, и вставил перед ними микрофон, и предлагал обсудить те темы, которые они обычно обсуждают на своих редколлегиях-клетучках, то есть те темы, которые их интересуют и над которыми они работают. Постепенно он рисовал им такую структуру, они договаривались, как устроен этот разговор, но это был разговор, и это была попытка заглянуть в закулисную жизнь журналистов, попытаться понять, из чего состоит подготовка материала, как это устроено. И таким образом появились подкасты издания Slate, а потом у Slate появилась целая большая копания Panoply, которая занимается подсчетом, исследованиями и рекламой подкастов. Но тогда это происходило все в начале 2000-х, как раз в те годы, когда подкасты только появились и только впервые стали популярными в Америке, а в 2005 году слово «подкаст» стало словом «года». Оксфордский словарь его назвал словом «год». Так вот, мы пошли по подобной модели, и сначала мы начали делать такие маленькие ток-шоу, разговорные программы, в которых журналисты «Медузы» рассказывали друг к другу и спорили про новости, про новостные поводы и про то, чем они занимаются. И постепенно из этого вырос подкаст «Медузы в курсе». Это подкаст, в котором мы обсуждали сначала несколько главных новостей недели, это итоговый подкаст. Потом появился текст недели, это был подкаст, в котором сначала мы просто читали вслух главный текст, самый популярный текст, иногда разговаривали немножечко с журналистом, который написал этот текст, потом постепенно мы попробовали и вот этот совсем уже слейпекский жанр, который давно хотела попробовать, а это подкаст «Как жить», который, наверное, одним из самых популярных наших подкастов, в котором журналисты и основатель «Медузы» Галины Тимченко, Катя Крангаус и я, мы втроем отвечали на вопросы читателей. И мы рассказывали о том, как мы глядим на мир, как бы мы решили те проблемы, с которыми столкнулись наши читатели. Это был такой, в общем, не слишком глубокий, но, по-моему, довольно обаятельный, что ли, разговор. Ну, на самом деле, Лика рассказала очень много про то, как у них работают и делаются подкасты. И, на самом деле, в финальной части, в финальной версии нашего подкаста вы это все услышите. Ну, а сейчас мы сделаем монтаж, да, и послушаем вообще, в чем же миссия подкаста для «Медузы», то есть зачем это им нужно, и потом спросим об этом у наших гостей. Такая подкасты — это не слишком хороший вариант дистрибуции контента, потому что подкасты, площадки для подкастов, они, конечно, гораздо меньше, чем Facebook, Twitter или какие-нибудь соцсети или YouTube. Это пока все-таки недостаточно большой охват. Это новое, это, безусловно, новое направление, но оно не помогало «Медузе» распространять существующие материалы. Возможно, вы правы в том, что мы сначала, может быть, об этом таким образом думали и пытались даже эту идею таким образом продать. Но нет, это, конечно, совершенно новое направление, а не дополнительный способ дистрибуции существующего контента. Да, ну, наверное, самое время поговорить о том, зачем подкасты нужны тем, кто сегодня с нами, нашим спикерам. В чем их цель, когда они были созданы, для чего, и давайте, наверное, мы начнем с подкаста «Маркетинг.Бай». Анна. Добрый вечер всем. Анна Шутова, профессиональное издание рекламы и маркетинга «Маркетинг.Бай». Ну, у нас две истории о подкастах. В общем-то, две хорошие истории. Подкасты мы начали в прошлом году, и на самом деле подумали, что часто интервью не передает тех эмоций, которые выдает человек в процессе разговора. Вы, если вы журналисты, то прекрасно понимаете, о чем я. Текст иногда реально не дает почувствовать масштаб личности, его энергетику, его боль, и вот это вот все. И поэтому мы решили, что дадим возможность нашим спикерам отразить свое эмоциональное отношение к своей работе. Правда, мы подумали, что людям будет интереснее слушать о каких-то очень узких темах, потому что, когда ты задаешь очень узкую тему, человек сразу понимает, что он услышит не какое-то общее бла-бла-бла, а что-то совершенно конкретное. И поэтому вот наша первая волна, наш первый флайт подкастов был по узким тематикам. Например, у нас была тема аромамаркетинга. Это как с помощью запахов продавать, собственно, все, что угодно в ритейле, в магазинах, в компаниях. Была тема о рынке кофе, была тема о рестораторском бизнесе в Беларуси. Ресторатор делился с нами тем, как работает цена за блюдо. Вот высокая цена, насколько это блюдо покупает низкая цена, оказывается, покупают намного чаще и больше в нашем городе Минске. Мы проанализировали вот этот наш первый флайт этих нескольких подкастов и поняли, что, возможно, эта узкая тематика все-таки ограничивает аудиторию. И в этом году мы решили, что мы сделаем ставку не на темы, а на спикеров. Точнее, вот именно на их экспертность и масштабность. И поэтому привлекли в подкасты людей, которые, знаете, широко известны в высоких кругах. И действительно, экспертов, которых мы выделили по ряду признаков. Потому что, ну, я не знаю, разделяете ли вы такое мнение, экспертов в Беларуси развелось слишком много, и не все они, к сожалению, являются таковыми. Поэтому мы определили для себя, что это будут люди с большим опытом в профессии, с определенным авторитетом, с завершенными успешными проектами, с очень яркой коммуникацией в соцсетях. И по этому признаку мы выбрали, ну, собственно, несколько первых спикеров. Это, например, руководитель галереи у Анны Чистосердова, это стратег часового завода «Луч» Иван Кравцов, это, например, директор по маркетингу компании «Данон» в Беларуси, Александра Харольская. И мы, собственно, стали спрашивать их не только о работе, но и о каких-то личных вещах, о балансе жизни и работы, об отношении к гендерным проблемам, к каким-то социальным проблемам в обществе. Таким образом, мы подумали, что мы расширим аудиторию, это будет интересно не только послушать читателям «Маркетинг Бай», но и любым другим людям. И, в общем-то, мы не ошиблись, потому что увидели, как возросла на несколько сотен наша статистика. А кроме того, все эти спикеры обладают своей аудиторией в социальных сетях. И когда они рассказывали о том, что они приходили на подкаст, говорили о таких-то темах животрепещущих, то еще дополнительно привлекали внимание к ним. Я вот послушала лику и поняла еще такой момент, что где-то мы видели, что многие белорусы слушают русскоязычные подкасты, то есть вот это влияние российского медийного поля у нас очень сильно. И была мысль, что у нас тоже очень много на самом деле глубоких людей, которые, к сожалению, не всегда попадают в эфиры радиостанций, уже не говорю про ТВ, потому что особенно с крамельными идеями люди никогда не попадут в широкой аудитории в этой стране. И мы решили, может быть, немножко перебить вот это российское медийное поле. Они, безусловно, профессионалы, это факт, и мы тоже слушаем «Медузу», но было желание подать и нечто свое, и гордиться чем-то своим. И вот это была одна из таких миссионерских целей. Надеемся, что она работает с нами сейчас и с нашей аудиторией, и будем продолжать с ней работать. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я могла сказать. Ну, потом мы еще спросим. Да, ну надо с чего-то начинать. Да, и я, наверное, прошу просто вот прям вот сразу. И Александр, что для вас подкаст? Это просто запись программы радиейной? Либо? Ну, я работаю на коммерческой радиостанции, поэтому, опуская высокопарность, сразу можно сказать, что любое действие с нашей стороны – это действие на то, чтобы в итоге, в конечном итоге на этом зарабатывать что-то, да? Получать какую-то аудиторию, продавать эту аудиторию рекламодателям. Подкасты пока – это перспективное направление, не более. То есть мы не можем пока подкастами заявить о том, что… То есть мы не можем подкастами собрать аудиторию, которая была бы сопоставима с эфирной аудиторией. Там в Минске у нас 110 тысяч человек ежесуточно в столице. Мы не можем пока достичь этой цифры, поэтому, тем не менее, мы считаем это направление перспективным, и мы понимаем, что сейчас, занимаясь подкастами, мы делаем такой вклад в наше будущее развитие. Но именно будущее развитие, не развитие настоящее. Мы запустили такую линейку подкастов, пообщавшись опять же с Ликой Кремер, которая приезжала к нам на конференцию в прошлом году. Я показал ей белорусский iTunes, она показала мне российский. Мы увидели, что в белорусском iTunes на первых местах сплошь музыкальные подкасты, причем часто это подкасты российские, какие-то диджейские сборки, какие-то хит-парады и прочее, прочее, прочее. В российском iTunes на тот момент уже господствовали разговорное шоу, то есть то, чего не было у нас. Прошло пару лет, и мы видим, что и в Беларуси начали появляться разговорные шоу. Мы, собственно, первая радиостанция профессиональная, которая, имея ресурс в виде звукорежиссеров, в виде продвижения, решила заняться подкастами. Мы запустили несколько подкастов, четыре подкаста, один из которых пошел достаточно хорошо. не просто достаточно хорошо, у него сейчас вышел шестой выпуск, мы увидели запрос на развлекательный, в общем, контент, изучение английского языка. Мы сделали простой подкаст, который, тоже изучив iTunes, назвали очень просто английский по песням, максимально в лоб, максимально понятно, максимально ясно. К шестому выпуску этот подкаст стал, он к третьему выпуску уже стал номер один в России и номер один в Беларуси. Почему-то изначально он определял с iTunes как российский подкаст, не знаю их системы. На данный момент, вот сегодня утром смотрел, 15 тысяч устройств, которые прослушали этот подкаст. То есть это достаточно серьезная цифра. Тем не менее, она пока не позволяет продавать это. У нас все, собственно, заточено именно на это пока. Ну, по крайней мере, у нас. По крайней мере, на нашей радиостанции. Ну, я так понимаю, что те радиостанции, которые делают подкасты, они просто аккумулируют уже контент, который был в прямом эфире. Нет. Для хранения. Расскажите. Конечно, частично в подкасты бросаются, в приложение Google подкасты, в iTunes бросается то, что происходит в эфире. Но поскольку это фрагмент эфира, они сами по себе, ну, как правило, высокой ценности не имеют. Они должны быть у радиостанции. Радиостанция должна как бренд присутствовать на максимальном количестве платформ. Но не более того. Мы стали делать подкасты исключительно для iTunes, исключительно для нашего сайта, для того, чтобы не размывать собственный бренд. Мы понимаем, исследуя свой собственный эфир, что любое движение с нашей стороны куда-то в сторону от тех традиционных вещей, которые хотят от нас радиослушатели, чревато потери этих самых радиослушателей. Поэтому экспериментировать мы можем только на нашем сайте, где достаточно большая посещаемость. Ну и iTunes – отличная площадка для вот этих экспериментов. Мы делаем подкасты только для этих площадок. Изначально мы планировали размещать на сайте, увидели, что есть и другие возможности. Поэтому сейчас делаем эти подкасты еще и для YouTube. То есть выбрасываем еще и туда. Но в YouTube свой механизм раскрутки, поэтому там нужно прилагать больше усилий для того, чтобы этот подкаст появлялся у кого-то в рекомендуемых. Кому-то подсовывался в виде предложения на этот вечер. Поэтому мы делаем эти подкасты. И я, кстати, вижу много молодых людей. Если раньше мы оказывались в аудитории журфака, если раньше мы оказывались в аудитории среди тех людей, которые хотят работать на радио и всегда предлагали для того, чтобы человек профессионально разогнался, поработать на какой-то радиостанции с меньшим охватом, на какой-то интернет-радиостанции, где охват еще не сопоставим с эфирной радиостанцией, популярной, то сейчас я всех пересылаю на то, чтобы ребята занимались подкастами, потому что в моем представлении технологии должны диктовать нам наше поведение. И технологии в данном случае на стороне вот таких инициативных ребят. Я всегда, глядя им в светлые голубые глаза, говорю о том, что им совершенно не нужен какой-то дядька в моем лице или в чем-то другом лице. Если у них есть интересная идея, делайте подкаст, купите недорогой микрофон, и вы станете таким же нашим конкурентом, конкурентом профессиональной радиостанции, как любая другая профессиональная радиостанция, но вы будете делать это в одиночку, с достаточно небольшим бюджетом. Вот «Медуза» начиналась с того, что это просто такие обычные микрофоны, достаточно недорогие, запись, которую можно делать на телефон, и там же в телефоне монтировать. Поэтому всех перенаправляю в подкасты. Если это будет яркая идея, ее подхватят. Если это будет не яркая идея, ищите дальше. Но я вот с Сашей уже разговаривал о том, что предугадать, насколько хорошо будут слушать подкаст, практически невозможно. Мы уже, имея ту линейку подкастов, с которой мы выходили три месяца назад, уже ее обновили, поменяли, дополнили, что-то убрали, что-то новое появилось. Мы увидели, что большой запрос на инфотеймент, поэтому будем двигаться в этом направлении. Спасибо. Ну и да, наверное, пойдем по порядку тогда. Александр Корничук, Радио Плато. Но перед тем, как про Радио Плато, может быть, про опыт до этого. Да, я как раз и хотел начать, что у меня немножко другая история. Предыдущие годы я работал в 34, и в 2016 у нас получилось запартнериться со шведским радио и сделать такой проект, как Other Stories. Тогда мы позвали шведских экспертов, и они учили активистов делать подкасты. Мы выбрали иншие истории, то есть темы, которые не видны в медиапространстве, как это осветить. Ну, то есть видны, но не видны в таком формате, и их осветить. Было интересно поработать именно в формате аудиодокументалок, то есть это что-то ближе, то есть не скорее подкасты, а как аудиотеатр, когда ты работаешь… Стори-теллинг такой. Да, когда ты работаешь со звуками, собираешь звуки, монтируешь их, где-то ты наратор, где-то ты берешь голос героя, и все это составляешь в такой продукт. Вот. Это было очень интересно. Мы попробовали, выпустили целиком, презентировали. Этот проект прошел. Потом в 2017 году на базе 34 Тревела мы смогли запустить коммерческий подкаст. То есть мы запартнерились с МТС и выпустили серию аудиогайдов по Белоруссии и Минску. Вот. Вышло 10, по-моему, выпусков или 11. Там была какая-то тоже промежуточная такая стадия. Мы много работали с саунд-эффектами, с саунд-эффикс. Мы тоже собирали многие звуки, там ходили к оперному театру, записывали, как звучат двери, там еще что-то. Был наратор общий. И тоже было интересно именно работать в формате коммерческого продукта. Третья история у меня началась осенью 2018-го, когда мы с моим другом Павлом Кирпиковым открыли радиоплато. И скорее оно было... То есть мы его начинали в формате радио, музыкального радио, но поняли, что хотим также там разговаривать и записывать шоу. Мы запустили свой собственный подкаст, editorial подкаст. И потом понемногу начали вдохновлять и подтягивать людей, которые тоже начинают запускать свои еженедельные, там или раз в две недели передачи. И так все и завертелось. Почему мне было интересно этим заняться? Мне всегда нравилась музыка с самого детства. И когда я работал в текстовом медиа, то я понимал, что для того, чтобы мне передать что-то о музыке, мне надо еще немного все это сформулировать в мысли и написать в текст. То есть был какой-то посредник для этого. А радио — это более такое непосредственное медиа. И, допустим, в формате editorial подкаста мы зовем гостей раз в неделю и с ними просто слушаем их любимую музыку и параллельно обсуждаем эти треки, и параллельно они рассказывают свою историю. У вас же сейчас не только про музыку. Не только про музыку. Вот на прошлой неделе мы запартнерились с корпусом и начали агрегировать их лекции тоже в радиоформат. То есть просто записываем их лекции и переводим в подкасты. Да, и мы зовем не только людей, связанных с музыкой, но все равно так или иначе это как-то касается музыки. Хорошо. Антон. Салют. Не совсем медиа-подкаст, но… Да, у нас крыху зусім иншая ситуация. Давайте, мабуть, запитаюсь, хто з вас увогали за дуторию? Хто слухав подкасты, ці слухай подкасты? Класс. Хто чуў ці слухав ідейный подкаст? О, нормально. Хто выступал в ідейный подкаст? Ну, тут вот есть профессионалы, які зробят гэта вельми добра. Есть люди, які робят вельми добры гук. У нас вельми кепский гук, и мы не робим гэта профессионально, мы не дикторы. Наш подкаст народился в 2016 году, і он народился таким шыном, што мы падумали, айти непочатном забираться сябрами просто раз на тэдзень обмярковаць новіны. Тому наш мосны бог гэтаў партас. У нас божж за 110 выпусков с таху часу. У нас ўжо були… Мы паспробали розный формат. У нас були і интервью з некими гостями. Рабіли серию интервью. У нас були і экономисты, у нас були і Серегей Гуриев, і Андрей Мавчан, Наталья Зубаревич, гэта вели мэпэдамы экономисты, які не за счёты готовы дать… А тут дрожки микрофон-то у нас так само… Да, не готовы дать с ней-ка интервью. У нас були, да, і палітики, і активісты, то, как мы робили і гутарки з людьми. Мы спробували спочатку робить некий экспертний подкаст. Десять, празвыпускав, десять, мы зразуміли, што мы як і тем не з'являємся экспертами, і тому экспертний подкаст робить вельми чашко. Мы спробували неким чинам рихтоваць, мы навод придумали, як мы повинны рихтовацца. Праз так само десять выпусків, мы зразуміли, што рихтовацца у нас так само не отрималіцца, мы приходім просто мерковим, што я у нас баліць. Увынніку, ось ўже шыстнадцатого года, мы раз на тыдзін збіраемся, для нас гэта так само як сабарацца сябрами. На ошто мы гэта робім? Мы транслюєм наші бачыні Беларусі, тоя, што нас хвалює. У нас ёсць такой принцип, мы мерковим тільки тоя, што нас хвалює. Калі мы назбіраемся, ёсць некая тема, про яку і піша весь Фейсбук, пішуть все соціальні сеткі, але нікого з нас гэта асабіста не чапляє, мы гэта навіть не будзім мерковаць. А вы ніколі не просіляся там дали Аксандра на меды, а там, каб там свой падкаст робіць? Така навозь, ну, табак, мы адразу гэта нават казали, у нас формат на кухні, табак, мы збіраемся, і гэта жанр такой, мы размовляєм на кухні. Нам не трэба студы, а студы мы будзім не сваі, табак, вельмі важна, каб в падкасті ты мог трансляваць самога сябе, каб ты был натуральна. У нас ёсць чатік по Телеграмі, там ў нас вельмі добра ідуть дэбаты, шмат людзей, там ў нас цэлай комьюніці. Мы вот збіралі мероприянства, некалькі тыньо таму, я вельмі гэнарюся, я спэчатку хваляваўся, што ніхто не прыдзе на публичну запіс нашого падкасту. У нас гэта помешкані был, ну, вот, все, людзей было ў тры разы божчым зараз. Табак, ў нас пришла аудиторія, она была маладая. Класс. І чаму мы гэта робім так доўга? Пісат тэксты гэта складана. Табак, пісат тэксты, паэнь выдаткуат ненькакі гадзін, прочитаць вельмі шмат аналітычных артыкулаў. Падкасты, мы ленивы, табак, для нас падкаст гэта ідеальны фармат. Мы сядаем, размавляем, мы ўжа навучыліся нейк 40 филин тексту выдавать кожный тыдень на троих. Все, готово. Зато честно. Все, что? Зато честно говорю. Все, як єсть. Давайте перейдем к Анастасії, к Диане. У меня вопрос первый будет насчет подкаста Digital. Он 100% медийный, как мне кажется. И вторая его особенная черта в том, что он, как правило, в последнее время выездной, если я не ошибаюсь. Вот. Расскажите, пожалуйста, по подробням. Мы с Дианой почали наш падкаст Digital Вести наприканце 2018 года. Идея, яго у нас з'явилась здесь у середине года. Мы просто зауважили, что мы вельми шматчаго амерковому пляне меде, маркетингу и СММу поміж сабою. И гэта не приходить у никуда. И нам захотелось неяк повысить узровень павный медийный маркетинга гэвэй культуры. И мы вырышили, что мы будем записывать нечто и скидывать, например, тым, кто у нас нечто просит, некие парады, и гэта гдалей. Мы долга думали, с чого мы пачнем. И вырышили, что мы спачатку, мы падзелелись, и першый выпуск у нас был, мы дзелелись якесами з конференции, куды мы ездили, а пасля вырышили запрашать гастей. И вось у нас пакуль вышло тольки пять выпуска, зіх трое гостей, але прагэтым мы зробили тольки аднойчы. У горадню, гэта была Вольфа Корксун з Гродной Медиарума. А што тыжыцца подкасту Радуя Свабода? Подкасты Радуя Свабода яны больше старые, яны пачыліся першые запасы на Саундклаудзе з'явіліся ў 2015 годзе, тому што Радуя Свабода яно немае ФМ-хвалю в Беларусі і не може і атрымаць прас палітычныя прачыны і частку перэдачу яны просто як дадаткова платформа для дэстрибуцій выкладывалася на Саундклауд. Пазній, калі з'явіўся ў Беларускамоны Расейскамоны прасторі хайп з подкастами, іх перераджэння ў 2015-16 гадах, мы вырышли гэтаю яшчэ дэстрибуціроваць на нічаю подкаст-платформу там ліку гугл-падкасты і Айтюнз. Вось, і, ну, а пошнім часам то, што ў нас бала старыя перэдачы, як дадаткова платформа для дэстрибуцій, ў нас дадалося два зусім іншіх подкаста, які іменавіто зроблені для того, якобі це були подкасты, а не раді передачі. Давайте вернемся, точніше, давайте не вернемся, давайте сейчас поговорим немножко о брендах. Анна, ви говорили о том, что подкасты маркетинга это узкая тематика, это в определенном смысле ограниченная аудитория, сейчас вы делаете ставку на экспертов, да? Тем не менее, ассоциируєте ли вы подкаст маркетинг байк с брендом маркетинг байк? Да, безусловно, это продолжение редакторского какого-то формата, то есть, по сути, это просто новый формат изложения информации в виде напринужденной беседы с экспертами. Как уже говорили ребята, например, Антон, что текст написать сложно, еще сложнее передать в нем эмоции, поэтому это просто, скажем так, эмоциональная передача информации в нашем случае. Ну, наверное, тот же вопрос можно задать Александру. Александр, я так понимаю, у вас это тоже напрямую связано с брендом Unistar? Да, мы хотим присутствовать, как я и говорил, на тех платформах, на которых вообще, в принципе, люди слушают звук. Сейчас в главной мировой тренд это то, как пролезть в умные колонки, которые пока в Беларуси не представлены в огромном количестве, но потихоньку пробираются и на нашу территорию. В Америке, насколько я помню, пару лет назад это был самый популярный рождественский подарок. Умная колонка от Amazon, Google, Apple, в России это Яндекс. Мы пытаемся выходить чуть-чуть за рамки собственного бренда тогда, когда делаем подкасты. Размещаясь на этих площадках, мы понимаем, что они по-прежнему размещаются под нашей шапкой, именно поэтому мы несколько скованы в своих действиях, то есть мы не можем запустить подкаст, скажем, о рок-музыке, потому что он просто будет размывать наш бренд, но все-таки мы можем себе позволить чуть больше, чем позволяли бы в эфире. Не в смысле какой-то, я не знаю, самоцензуры, а в смысле того, что мы достаточно глубоко исследуем свой эфирный продукт, постоянно задаем вопросы нашей аудитории по поводу того, в чем они нуждаются, в чем они не нуждаются, и понимая, что мы музыкальная радиостанция, понимая, что любая песня, звучащая в эфире, перекрывает, ну, как правило, любой полезный разговор, который в этом же эфире может разместиться, мы пространство для разговоров создаем на iTunes, на Google подкастах, в собственном мобильном приложении, где можно подкасты слушать. Сейчас мы задались целью, и в ближайшее время мы кнопку подкасты выведем на своей странице в самом верху, чтобы это было, как у медузы, человек входит и получает подкаст прямо с порога. Пока это, повторюсь, перспективное направление. Очень хочется, чтобы количество подкастеров, а их становится с каждым месяцем, даже не годом, все больше и больше, перешло в качество, а так и, собственно, произойдет. Если сейчас количество подкастеров, мне кажется, равняется, в принципе, той аудитории, которая слушает подкасты в Беларуси, то рано или поздно подвижка в сторону расширения этой аудитории произойдет, и мы увидим чудеса, которые сейчас демонстрируют подкасты в Америке. Но застолбить вот эту площадку важно уже сейчас, именно поэтому мы это сделали. К слову о медузе, тот же самый вопрос мы задали Лики Кремер, насчет того, связывают ли в медузе подкасты медузы с брендом медуза и вообще, в принципе, должны ли связываться подкасты с брендами. И вот что она нам ответила. Важно понимать, что подкаст это отдельный бренд. Невозможно создавать, и у вас не получится создать подкаст, который будет прямо частью какого-то медиа. На самом деле, даже все перечисленные мной подкасты медузы, они при желании могли бы существовать совершенно самостоятельно. У каждого из них своя аудитория, и иногда даже эта аудитория не вполне пересекается с аудиторией медузы. медуза для слушателей этих подкастов это способ узнать о том, что есть такая, есть такое шоу, да. Но подкаст очень самостоятельный и отдельный бренд, и это важно понимать. Не надо пытаться встроить его или отразить существующий у вас контент в подкасте и обязательно связывать его железной, железной проволокой с основным продуктом. У нас нечто подобное. Мы с конца минулого года запустили еще один подкаст, другой про адукацию, называется «Минобор позвонит». И он принципу, а кроме того, что просто публикуется у нас на сайте и на наших соцсетках, мы ни каким шином, его с облетом, с центром новых идей, не спробуем связать. И то же самое с нашим подкастом. На наш подкаст приходят столько же людей, как приходят послухать нас троих, приходят столько же людей, кольки приходят людей, кали мы разбираем, робим так само некую панельную дискуссию с спикерами, я не ведаю, про социологию, например. И аудиторы это совсем разные, мы это побачили по нашему чату в Телеграме, что шмат людей, которые слушают наш подкаст, и они не читают артыкулы на нашем сайте, шмат людей, которые пишут в нашем чате, могут не слушать наш подкаст, но им подобается сам чат. И ничего кепс, тут не треба справовать неким чином завязать все у один бренд. Наверное, какого-то единого рецепта нет. Да, конечно. Я про радиоплато и про подкасты, которые там выходят. У нас тоже разные истории. Есть подкасты, которые выходят под брендом Плато. Это, например, наш подкаст, но есть и другая история, например, Логика Ритма, подкаст про электронную музыку, которые пришли к нам много, они где раньше выпускались, то есть они уже лет 5, и на Ultra Music еще когда-то, потом на Megapolis FM в Москве, и сейчас у них не было площадки, они пришли к нам, мы их взяли к себе. Есть подкасты, которые родились у нас, но у них есть отдельные странички, то есть взаимно перетекающие какие-то штуки, и даже мы не исключаем того, допустим, Логика Ритма, кроме того, что она выходит у нас, она еще выходит на Киевском Радио, 20 Фут Радио, так что есть коллаборации и с Литовским тоже у нас выходит литовского диджея Витиса Груздиса, раз в месяц тоже подкаст на двоих. У нас есть только канал в Телеграме и аккаунты на популярный ВКонтакте и еще 6 пляцовок, которые просто для дистрибуции подкастов у нас створены, и вся коммуникация под замежами аудиозапису у нас обливается в ВКонтакте и в Телеграме. А видите, что было самое цикавое? Как у нас появился подкаст? Смешная история. Наста пришла и сказала, давай пилить с тобой Телеграм-канал. И тогда будет подъем и все стали свои Телеграм-каналы открывать. А я заразумела, что у нас не хватит часу, чтобы каждый день или несколько раз на тыдень генерировать новый контент. Я подумала, зараз модно пилить подкасты, поэтому надо пилить подкасты. А давайте мы сейчас перейдем и начнем с Дианы и с Настей. У нас интересный блок про монетизацию. Вы планируете монетизировать ваш диджитал? Или уже, может быть? Пакуль не, але поступила недавно у нас офер на интеграцию у подкасты, это кто-то продает машины? Я очень рихтовалась до подкастов и думала, что казать про монетизацию. Свобода на углу не монетизирует свои подкасты, потому что это некомерційная рада. У нас были некие прикладные планы, патреон завесть, яшченек, себя самокупать, мерч зарабить. Справа тем, что я параллельно шукаю машину, я не разбираюсь с этим. И человек, який опынувся, он не нас слуха и не с нами сутыка я ему написала просто а кольки будзе подключ мне подобрали то, что я хочу. Он каже, давайте я бесплатно это зараблю, але вы запишите со мной выпуск и расскажите , как обирать машину у час у дзигетальну эпоху. Ну и как? Будете делать? Я не веду я шча. Пахлядзим я, ке он зробить. Монетизацию можно начинать с бартера, да? Для нас это дзяку богу не проблема, тем сэнце, что мы не шукаем монетизацию, центр на выходе это некоммерцина організація. А Минобр? Ну може Минобр там спонсорам позвонить, министр аддукація пателефануєм. Пакуй, што не талефануваў, но пахлядзим, будь ць наступны пателефаную. Для нас гатав огулі все большу форматі хобі, табак у нас ўсіх ес некі фултайм працы, дзе мы зарабляем грошы, і гэта для нас бож для кайфу. У нас ес такое счастье не хвалівацца про наш основной проект. Параллельно мы запустили студию звукозаписи и просто предлагаем какие-то вещи, коммерческие проекты, ещё что-то отдельно. Также у нас прикручен донат, где просто аудитория нас благодарит. Но по поводу прихода бренда на радиоплато мы пока понимаем, что ещё рано. То есть нам надо, если мы хотим быть коммерческими, то нам надо нарастить мясо. К вам предложений не поступало пока что. У нас скорее есть несколько проектов, которые взаимовыгодные. То есть мы, допустим, с постбаром делаем просто записи лайвов у них там. Они подтянули бренд под нашу вечеринку, который оплачивает просто вечеринку. То есть мы существуем на каких-то таких симбиозных отношениях. А именно чтобы был брендированный проект, пока такого не было. Да, я представитель темной стороны, тех, кто все делает ради денег. На подкастах мы пока не зарабатываем, но у нас в ближайшее время там появится первый партнер, это будет компания Samsung. Проблема с монетизацией канала в данном случае состоит только в том, что если с эфирной радиостанцией мы понимаем хотя бы приблизительно какая аудитория нас слушает, мы понимаем, что аудитория это ограничено рамками государственной границы, то с подкастами мы понимаем, что нам тяжело обращаться к белорусским брендам, поскольку самые популярные из наших подкастов, да, номер один в России, номер один в Беларуси, но основной слушатель россиянин почему-то. самсунг это, пожалуй, один из немногих примеров компании, которая в принципе одинаково хорошо будет выходить на российского потребителя и на белорусского, но повторюсь, пока это такое перспективное направление, пока там действительно нужно набрать, чтобы кость обросла мясом для того, чтобы это продавать. С Ликой Кремер в прошлом году мы подробно разговаривали о схеме монетизации, поскольку, как Антон сказал, в подкастах подкасты это совершенно отдельный жанр, подкаст не терпит какой-то такой излишней подготовленности, если речь не идет только о театре у микрофона или документальном детективе, самом популярном жанре подкастов в Америке. Поэтому интеграция должна быть максимально естественной в нашем случае, в случае большинства русскоязычных подкастов это ведущий, который благодарит в качестве партнера некую торговую марку, некий магазин, может быть, частное лицо не встречало такого, но всякое возможно. То есть, это максимально естественная интеграция с максимально естественным указанием на то, кто выступил партнером этой программы. а как исходя из опыта, как думаете, это может отпугивать значительную часть аудитории? А что отпугивать? Ну, именно когда ведущий постоянно в каком-то выпуске кого-то благодарит и, например, достаточно долго благодарит список тех, кого поблагодарить. Наша самая большая задача мы всегда прежде чем внедрить некий способ получения денег от того или иного контента, того или иного продукта, это сначала изучить, каким образом реклама может быть в этот контент внедрена. Поэтому мы обращаемся, как правило, за помощью профессионалов, но в данном случае Лики Креймер, и она привела пример подкастов Соединенных Штатов Америки, где переключаемость очень низкая во время каких-то рекламных блоков от клиентов. То есть когда аудитория подписана на подкаст, когда она доверяет ведущему в значительной степени, насколько велика вероятность того, что они переключат из-за того, что ведущий скажет о том, что проект подготовлен благодаря той или иной торговой марке. Вероятность крайне невысокая. Это не рекламный блок, не какой-то такой блок рекламных роликов, каждый из которых тянет куда-то слушателя, пойди в наш магазин или нажми на нашу кнопку. Это такое очень личное и очень персонализированное обращение, и слушатель на него реагирует достаточно лояльно. Мы сейчас продаем, например, наше интернет-слушание. Мы тоже первыми из белорусских радиостанций начали это делать, увидев то количество интернет-слушания, которое у нас есть. Мы помимо основного интернет-версии, основного эфира имеем еще четыре стриминговых потока на сайте и в нашем мобильном приложении. Мы подсчитали, что в среднем в месяц на все кнопки, то есть на пять кнопок, нажимает около шести миллионов раз, и мы подумали, что это вполне себе монетизируемая история. Вот запускаем первый ролик в мае, буквально через несколько дней. Мы знаем о том, как это размещается, там 15 секунд предупреждения о том, что вы услышите рекламный ролик, и слушатель тоже очень лояльно относится к такой рекламе, переключаемость практически. Такая возможность поприседать, что-то сделать. Ну, это 15 секунд. Если ты нажимаешь на кнопку, у тебя есть явная цель послушать этот поток, и ты не станешь переключаться только из-за того, что 15 секунд кто-то что-то прорекламирует. Это очень маловероятно. Мы общались с нашими коллегами из России, и 15 секунд это просто нормально. Тьфу просто. Действительно, тьфу. Анна, денег хотите за подкаст? Денег хотят, наверное, только я и Саша, судя по всему, Александр Найдюнов, я имею в виду. Белорусы не любят деньги, говорят. Я бы сказала, продолжая мысль Александра о том, что есть тут два вопроса. Это форма подачи этой рекламной информации, и как определить ее стоимость, исходя из того охвата, который у нас есть, пока небольшой, у нас всех. Я думаю, что до маркетинг бая коммерческая составляющая дойдет очень быстро, потому что бренды очень любят привязываться к экспертам, которые известны, они любят связывать свое имя с репутацией определенного крутого человека. Я думаю, что у нас это не за горами. Главная будет задача придумать, как это подать. Ну и вторая задача будет, как это оценить, в какие деньги. Думаю, пока небольшие. Ну и проблема сейчас с экспертностью. У нас на всю Карию не так шмат экспертов, хоть их и шмат развелось, но горячие эксперты могут скончиться просто два сезона. Мы ладим и мероприемства, кроме подкаста, и вот у нас мы ладим с 15-го года мероприемства, уже больше 30 мероприемств, но и кали мы складаем черговую афишу и подумаем, кого бы покликать, кого мы не кликали хотя бы два разы, но это за счет до челленджа. Особенно, калибрать некую сферу. В Беларуси есть эксперт по всех пытаниях? Ну я хоть не поклик, чтобы... Не, я про Анну Бонд. Можно кликать у любых подкастов. По чарзе. Ну так. Мы бачим, что Аня с довольнением выказывается по разным пытаниям, тому никаких проблем не бачу. И, кстати, у нас есть еще один эксперт по монетизации радио и еврорадио, который не монетизируется, как мы знаем. Поэтому я предлагаю послушать мнение Павла Свердлова, который собирался к нам прийти, но не дошел, вероятно, пишет подкаст и зарабатывает деньги. Что важно для монетизации подкастов? Мы можем показать рекламодавцам личбы, или мы не можем показать рекламодавцам аудиторию, яка слухая подкасты. Таких замеров и таких дайзенных попросту нема. Сабрать их вельми тяжко. Мы можем про аудиторию подкастов мерковать вельми гипотетично. На узровне подкаст про медицину слухают хворые люди. Там подкаст про политику слухают городские активисты и те, кто хочет стать политиками. Я не думаю, что такое таргетавання може переканаць спонсоров для того, каб укластися у подкаст. А спонсорские подкасты, изноў же, як мне здаецца, гэта адзіны спосаб. Тобок продаваць подкасты у Беларусі зараз просто немагчыма, але магчыма працягнуць под буйный проект якога небыць буйного коммерцыйнага спонсора, які б был ў гэтым проекце затекавлены. Ёсць некатарая думкі, кому, якой беларускай кампані можна продаваць той ці іншы подкаст, некатарая з їх на паверхні. Ну, напрыклад, мы ўсе ведаем тых рекламадавців, які падтрымлюваюць беларускую мову і рекламу па беларуску. Мы ўсе ведаем некалькі кампані, які падтрымлюваюць беларускую культуру, ці просто культуру, напрыклад, вось, адпаведно, яны могуць падтрымаць той ці іншы тематычны падкаст. Але, ну, ёсць менш такі ведавочныя прапановы, вось, але зараз мы свае падкасты не монетизуем, хаця збіраемся. А можна крыху паспрачацца с Аспадаром Павлом, хаць яго тут і нема. Мы передадім. Мілае дела. Згодна я з тым, што гэта цяшка, канешні, зробіць такі срез па сфері дзейнасці людзей, хто слухає падкасты, але без проблем можна узяць статистыку па праслухованнях Микс Клауд про версія, Саунд Клауд про версія, і там без проблем можна паглядзець, колькі ў вас увагалі праслуховання, колькі на адзін выпуск, колькі ў сярэднім хвілін слухалі адзін выпуск, вось і тако. Ли Павел кажа про той, што падкасты немагчымы прадаваць, мы гэта ўжо робім, табук празнікаторый час ў нас будзе перша прадана падкаст. А на конд тако, ка падлічыць ўсё аудиторію, якая слухає падкаст, так, з гэтым пытанням мы зверталіся да Лікі Крэмера, яна казала про той, што нават на Медузе з ўсёй технологічнасцю яны не могуць падлічыць нават, ну, толькі праблізную колькастых людзей, які гэта падкаст паслухалі, бо, калі ў інтернэці апынуўся ваш аудеозапіс, далі вельмі тяшка адсашыць яго лёс, і он можа з'явіцца на будь-якой платформі, і он можа з'явіцца на будь-яким каналі і падлічыць, колькі людзей паслухаю гэта ў сумі, ну, практышна немахчыма. Мы нават со сваімі падкастамі, для нас тяжка паглядзіць, якая колькасть слухад шоу зарабіла гэтау мабільному дапасаванні, таму, што там гэта падлік не робецца. У Айтюнці мы гэта бачам, ў гугл-падкастах мы гэта бачам, ў мабайлі не бачам. Почитать дзвісцьна труда, но дзенек Медуза тоже хочыць. Давайте послушам опять... Да, канешн, канешн. Я хацел в случае с МТС проектам сказаць, што для брэнда часты буваэт не так уж важны цифры, как вот было в случае с 3-4 тревелом, как важна имиджевая составляющая, то есть им важно было, чтобы был какой-то подкаст под гидой МТС и им очень нравились самим, то есть они сами там делились сотрудники со всеми. Вот, то есть можно продавать и без цифр тоже свои подкасты. Я даже знаю, сколько стоил подкаст МТС на 34 МАК, я не буду озвучивать эту цифру, но могу сказать, что эта цифра выше 1 тысячу долларов. за выпуск. Не будем озвучивать цифру. Что же сказала нам Лика про монетизацию Медузы? В наших подкастах есть реклама, в одних ее больше, в других ее нет совсем, это зависит и от темы, потому что в каких-то новостных подкастах сложнее вставить рекламу и вряд ли рекламодатели захотят туда идти. есть, например, в подкасте два по цене одного и даже в тот момент, когда мы его задумали, мы это имели в виду, конечно, отлично встают всякие экономические или околоэкономические рекламодатели. Это могут быть и банки, и какие-то финансовые компании, и все, что связано с деньгами, прекрасно встает в подкаст два по цене одного. В подкасте «Как жить» тоже были рекламодатели, там они тоже были разнообразнее. Подкаст «Спервороди», например, просто отличный формат для рекламодателей, потому что все продукты, связанные с детьми, с удовольствием встают в этот подкаст. Очень очевидно, что аудитория, которая слушает трех отцов, обсуждающих воспитание детей, она и в том числе женская, и аудитория, которая заинтересована или может потенциально покупать продукты для детей. Насколько я понимаю, вы также записываете, проводите публичные записи подкастов? Да. А зачем? Потому что это возможность нашей аудитории увидеть друг друга, это возможность ведущим подписаться и увидеть своих слушателей. Это просто всем приятно. Это не способ зарабатывать, хотя и это тоже можно монетизировать, но не слишком это один из способов зарабатывать, но это не является главной целью открытой записи. Я, кстати, хотел сказать о том, что изучая рынок, мы видим, какой огромный в стране спрос на информационную радиостанцию, и мне видится, что в связи с нехваткой FM-частот, мне кажется, эту функцию, функцию информационной радиостанции, вполне может в себе нести некая платформа, которая будет аккумулировать какой-то большой хотя бы с десяток различных информационных программ. К нам, кстати, скоро приходит, уже началось тестовое вещание радио в цифровом формате, то есть там возможно всякое, то есть если такая платформа будет существовать, то количество рекламодателей, я думаю, спустя некоторое время будет радовать того человека, который эту платформу запустил. Сейчас запрос мы видим, мы музыкальная радиостанция, мы не можем делать такие большие интеграции в своем эфире, когда к нам приходит какой-то специалист медицинского профиля и рассказывает о неком лекарстве или рассказывает о способах борьбы с какой-то болезнью, или приходит риэлтор и рассказывает о ситуации на рынке недвижимости, но, повторюсь, запрос как со стороны рекламодателей достаточно большой на такой информационный аудиопродукт, так и со стороны слушателей мы это прекрасно видим, потому что, повторюсь, постоянно исследуем рынок. Запрос есть, и первые, кто создаст какую-то платформу, которая будет, наверное, в меньшей степени похожа на радио, в большей степени похожа на какую-то такую площадку с неким количеством подкастов, как это происходит, например, у наших голландских коллег, специалисты из мира радио, которые пришли и делают по сути радио 21 века, то есть делают какой-то сайт, имеющий мобильное приложение, хотя сейчас, наверное, важнее, чем мобильное приложение, иметь просто мобильную версию сайта, они сделали вот таким свой сайт, свой ресурс, таким сборником, сборником такого информационного контента. Можно и здесь постараться это сделать. Запрос будет сто процентов. Следующий блок у нас посвящен аудитории. Мы частично уже коснулись этого вопроса, потому что монетизация всегда связана с аудиторией, аудитория зачастую связана с монетизацией. Тем не менее, как еще вы измеряете вашу аудиторию, кто вас слушает? Вообще, знаете ли вы, кто вас слушает? надо ли тем, кто делает подкаст, понимать, кто его аудитория, измеряете ли вы только количественное или качественное тоже, и для чего? Я, наверное, расширю просто даже вопрос, как вы взаимодействуете с аудиторией, кроме того, как вы даете продукт? Может быть, что-то, какое-то взаимодействие идет? Александр? Ну, тут нужно разделять то, как мы взаимодействуем с аудиторией в рамках радио, как интернет-проекта, так и в рамках подкаста. То есть, аудитория традиционна, наверное, социальные сети, везде общаемся, а когда идет, например, подкаст, он у нас идет в лайве, мы обычно записываем его и транслируем сразу, у нас есть чат на самом сайте, где мы можем прямую общаться с людьми в процессе записи, то есть, например, к нам приходил Паша Городницкий из РСП, и мы разыграли два билета на концерт в процессе. Как еще с аудиторией? Но вы свою аудиторию знаете. Наша аудитория очень много нам пишет. С самого первого дня запуска очень многие пишут, что-то скидывают, кто-то пишет, хочет прийти в гости, в шоу, кто-то просто выражает респект. То есть, очень много именно вот этого фидбэка от аудитории. И видно, что ей как раз не хватает такого неформального молодежного радио и с разговорными какими-то вещами. Я предлагаю спикерам тогда высказываться на заданную тему, у кого есть желание. Дякую за микрофон. Ну, конечно, до конца мы не ведаем свою аудиторию, как мы взаимодействуем. Есть этот наш чатик, где 460 человек, мы там часа, то бак мы за ним переписываемся. Часа часу мы робима питанье на разных темах, которые нас цикают. И это дает больше инсайтов, бо нам подается, что нас слушают наши аудитории, а часом у большинства их может быть инше ставление до неких важных темов, которые мы обмерковываем. То бак мы робима питанье, зараз мы думаем зарабить такую большую подробную гугл-формовскую анкету, где будет больше питанье. Что верьмо приемное, ты приходишь в бар, люди приходят, кажутся, я слухал твой подкаст. Мы приезжали в Могиле, ладили лекцию по экономике, подыхались, люди у каждого мы слухали ваш подкаст. Приезжаем в Витебск, мы слухали ваш подкаст. Ладим тут мероприемство, так само, бачим людей. Вельми важный разуме разумеет, это аудиторию, вельми важный разумеет, на вождь, тебя слухают, какую эмоцию ты им даешь, какие твои сервисы, чем твоя додатковая вартость, которую ты створаешь, когда разговариваешь 40 минут каждый день. Для этого треба уявлять сабе в этих людзей и на вождь слухают твой подкаст. Ты паинь разумеет, чому я на твой подкаст слухаюць. Не уявляючих этого, но ничего не отрывается. Дякую. Дигитал вельми так адносно добра ведаясь в аудиторию. Мы з восьми платформа у дзем и ёсць. Мы нават неведам, як мы зявилися на гугл подкастах и Яндекс музыцы ў бібліатэцы. Нас нехта саслухачоу дадаў просто РСС-ку, бо на гэтых мінавіта платформах зручнець слухаць. Мы адсочваем на шайсці і агулам на здецці перші два выпускі слухалі агулам по 500 яны набралі праслухованням. Остатнє каля 300 праслухованням за выпуск і атрымоваюць про аккаунты, про яке казала Дзіяна якраз яны добра паказываюць з якіх гарадоў слухаюць, колькі ўся рейнім слухаюць і звычайна там Саундклауд про ён паказывая топ слухача. І вельмі калі толькі выпускі пачынауць калі іх не пушыць дадаткова ты прикладна ведаўш хто адразу паслухае і гэты людзі невелікай комьюніці вельмі добра, а калі ты праста ведаўш гэтых людзей асабіста, яны ты можш гэты такі бесплатны МВП, ты можш ў їх запытаць колькі, ну, што не так, што поправить яшчэ. І што пішут? Да, пішут, пішут, і што не так? Што не так? На згук частам лажае, там яшчэ нешто. У нас скоро будзе блог прасаветы под кастру. Яшчэ ёст такі момант, што мы з Діанэ праводзім едукаційны івэнты пам'єдэ Сэмэму і тіраў паслухаў тым, хто нас ніколі не слухаў, ті, буваю, приходіць людзі, які нас ўже слухалі, і таксамо, як додатковы кэнан коммунікація. А яшчэ хоцэлла розсказаць не толькі про то, як мы взаимадзейнічаў з людьмі, але як наша аудыторія пачала з нами взаимадзейнічаць. У адным з выпускаў мы з насты абмерковалі такі цікавы тезіс, што нікторе кажаць, што сайты пам'яраюць. Мы хэта абмерковалі ў адным з выпускаў, і адзін з наших слухашоў адказаў нам на падкаст падкастам. І хэта былу вельми цікавый экспіриэнц на сам рач. Я могу только додать, что маркетинг баў очень просто говорить о том, какова наша аудитория, потому что это аудитория профессионального ресурса. И мы понимаем, что нас слушают те, кто работает в этой сфере. Реклама, креатива, коммуникации. Те, кому интересны спикеры, которые к нам приходят. Люди, которые пытаются понять, что происходит в сфере рекламы, каковы тренды, и понять, что за личности ей управляют. Так что у нас все просто с этим. Есть такое упражнение, которое дают начинающим программным директором для того, чтобы показать, насколько важно четкое знание своей аудитории, поскольку упражнение это проходило в России, поэтому и герои российские. Когда радиостанция или когда любой информационный продукт описывает свою аудиторию как мужчины, скажем, с высшим образованием, доходом выше среднего, получается вот какая картина. Представьте себе экран, который делится на две части, и там попеременно появлялись подпись родился в Ленинграде, тогда еще был в Ленинград, родился в Ленинграде. Вот два персонажа. Закончил, получил, по-моему, я не помню, юридическое образование или закончил, по-моему, Ленинградский университет, закончил Ленинградский университет. То есть образование выше, образование выше, доход выше среднего, доход выше среднего. В итоге один человек это Владимир Путин, другой человек это Борис Гребенщиков. То есть представить себе более разных людей, чем два этих человека, практически невозможно. И вот тогда, когда мы очень общо описываем свою аудиторию, мы наталкиваемся на то, что мы вещаем ни для кого. Была такая смешная радиостанция в Москве, которая называлась «Такси-ФМ», которая в перемешку с хитами шансона крутила хиты, которые с их точки зрения готовы были бы слушать пассажиры такси, то есть «Тинг» в перемешку со Стасом Михайловым. В итоге не слушал никто по понятным причинам, потому что это не устраивало ни водителя, ни пассажира этой машины. Поэтому пока с этой точки зрения тот же Google дает, к сожалению, слишком мало информации. Мы знаем страну, и то это довольно условная вещь, потому что мы понимаем, что наши американские слушатели, это условно американские слушатели, потому что, скорее всего, это слушатели белорусские, которые таким образом потребляют интернет через американские серверы. Мы понимаем возраст, мы понимаем среднее время прослушивания, вот и все цифры, которые мы знаем, но я сравниваю со своим эфирным продуктом и описание целевой аудитории того человека, на который адресован наш эфирный продукт, занимает у меня порядка шести страниц такого мелкого текста, где есть не только описание того, чем занимается этот человек, какова его заработная плата и так далее. Там есть описание того, что этот человек тревожит. Это про себя сочинение, наверное, нет? Нет, это социология плюс работа с фокус-группой. То есть это достаточно подробный портрет для того, чтобы этот портрет был максимально живым. Речь, повторюсь, об эфирной радиостанции, об эфирном продукте. Мы понимаем, что в основном это женская аудитория, мы назвали ее Наташа, распечатали в полный рост, поставили в студии для того, чтобы ведущие общались с живым человеком, для того, чтобы вся радиостанция видела, что это живой настоящий человек, который ходит по улицам, а не просто какая-то воображаемая конструкция, которую мы сами себе вообразим. Многие радиостанции, которые меня... Это страшно бесит, когда я спрашиваю у руководителей радиостанции, не только радиостанции, но и каких-то интернет-изданий, спрашиваю, а кто ваша аудитория? Они говорят, что это там менчанин с доходом выше среднего. Мужчины и вообще разных... Мы работаем на разные возрасты. Ну, то есть для меня это работа не для кого. Работа в пустоту. Александр, а какая часть Наташи слушает подкасты? Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос. Мы понимаем, что у нашей Наташи есть интерес, такой достаточно неглубокий интерес к технологиям. То есть она обменивается в Вайбере сообщениями с подругами. Она имеет аккаунт в социальных сетях, скорее всего, это ВКонтакте. В меньшей степени это Facebook. Но не ведет там, что называется, Чукча не писатель, Чукча читатель. И поскольку Google не представляет более подробной информации, мне тяжело судить о том, насколько эти аудитории пересекаются. Мы понимаем, что, скорее всего, та аудитория, для которой мы работаем со своим эфирным продуктом, ну, не в большой степени пересекается с аудиторией подкастов. Это разные немножко в нашем понимании аудитории. Расширяете, значит. Да. Мы сейчас опять послушаем, как сказал специалиста по монетизации Павла Свердлова. Но забегая чуть-чуть вперед, у меня будет один вопрос к Антону. Забегая вперед, я имею в виду, что Павел говорил о том, что рынок в Беларуси подкастов довольно насыщенный, что конкуренцию составляют российские подкасты, российских медиа. В связи с этим вопросом. Вы записали больше сотни подкастов, насколько я понимаю. Был ли тот момент, когда вы поняли, что интерес аудитории теряется, что вас становится слушать меньше? Про конкуренцию я бы пачатку хотел сказать, но это ж тычется не только подкастов. Коли я хочу послухать, что степро технологии, диджитал, який робится, вось тут побыш, конкурую с вершкастом, який робится в Вашингтоне. Коли я хочу подсчитать про экономику, ну, то бы, дякуючу интернету во всех сферах медиа, конкуренция глобальная. Я думаю, подсчитать Тутбай, альбо Вокс, и тут, ну, это не тычется только подкастов. Кто-то слухает белорусский, кто-то не белорусский. Вертающийся до питания относительно аудитории, мы бачим на дворот только тое, что подкасты робятся больше разумелыми. Коли мы начинали в 16-м годе, люди не ведали, что такое подкаст. И это был вельми ред... ну, жанр был совсем маленький. Сараз, дякуючу, из этой новой хвали подкастов, мы бачим только рост аудитории, рост колькости слухачоу, энгейджмента и всего остатника. И, ну, у нас тут, дадзі на выпадку, яшчэ, ёсць такая перавага, мы всё-таки больше обмеркоем про Беларусь, разумуляем про жыцё Беларусі, і як мы бачим некія рэчы із Беларусі. І ў гэтэй сферы мы даволі уникальныя. Тобак нема больше таких подкастов, моно кажуч. Ну, ёсць некія раду, ёсць некія гэтэ. Нас, наприклад, сухаць вельмі шмат замежніков беларусов, які жыли ў Беларусі, паехалі вучыцца замяжой. І ці живыць замяжой. Тобак яны адвучыліся, атрымалі там некую ступень, і вот пачалі працываць. І для іх наш подкаст гэта зразумець, што там адбываецца ў Беларусі, які там настрои. Гэта не просто прачытаць некую навіну, што там тагості арештавалі, заробкі павысіліся, там экономіка падрасла, караў памылі, ці не памылі. Гэта адшуць некій настрой. І ось ў гэтым ў нас конкурэнту па коўшта нема. Пасиба, даваецца паслушам, Павла. Міне ёсць зараз сумнівына кон таго, што аудео-падкаст гэта папулярны жанр ў нас тут. Але, калі меркаваць па тандэнцэх, да нас хваля дакатывацца крыху пазній, чым, ну, наприклад, да той же Польшы. А ў Польшы па апошніх дайзінах падкасты слухаюць 27% насельніцтва. Гэта вельмі вяліка аудыторія, скажам так. Вось, таму я думаю, што ўсё ж такі зараз рынак падкаста ў Беларусі перспектывны. І калі на яго выходзіць, калі фарміраваць нейкі каналы пад свае падкасты, то ў прынцыпе зараз самы час. Але, як ва ўсім, мы знаходімся пад вялікім ўплывам російськай медэя просторы. Я маю на увазі, як і ва ўсіх іншых жанрах. Вось, і ў Беларусі пераважная большаць спажывацьо падкаста ўспажывае, тое, што праходзіць да нас з ўсходу на русской мове. Мне вельмі хацелася быць аптэмістам і думаць, што падкасты па Беларуску будуть калі-небудь популярны ў Беларусаў. Прынамсі мы на Яур-Радуе пераважна працюем ў гэтым жанры, записываем падкасты на беларускай мове. Што мы бачым зараз, слухаюць їх не тое, каб вельмі добра. Дзякуўчы таму, што мы адначасова записываем відея і выходзім з гэтым відея ў садсетках, мы атрымліваем, ну, скажым так, ў сярэднім сумарна па 3-5 тысяч праглядаў на кожны такі падкаст, калі мы сумуем, суміруем ВКонтакці, Ютюб, Аднакласнікі і Фейсбук. Асабліва папулярныя падкасты, такі, як праграма Змітра Лукашука і Дэя Ікс, гэта 10-20 тысяч праглядаў, ну, і раз абсолютно выпадковыя абставіны, нікатарая іншыя падкасты таксама даходзіць да такіх лічбаў. Вот такія цыфры у Радзіо Свободы. Євра Радзіо. У Радзіо Свободы наверняка не нашка. А які цыфры у Радзіо Свободы? Радзіо Свободы добра калі адзін падкаст на ўсіх плеці саўках агулам паслухае тысячу чалавек. Мельмі добра калі 9 тысячу. Слухайся, ну, ся гэта гісторы пра лічбы, но гэта настолькі, ну, ўжо ўнас ўсіх ёсць там, на заходзі прапановыць прагляды сторонкі разділят на 7, бо ўнас ўсць айпэд, ўнас ўсць працовны телефон, ўнас ўсць звучайны телефон, ўнас ўсць дому ноутбук, і мы заходзім з ўсіх розных айпішек, і потэм мы кажем, вот ўнас пра слух праглядела 8 тысяч чалэк. Як бы, мы зараз кажем, вот, мы падлишім, ну, тут же ўсце божь менш пра фэссіоналы, калі, ну, ти пранамся разбираюцца, як працюють соціальні сеткі. Калі мы заліваєм фэйсбук, і мы бачім там тысяча прагляду, можна адразу дзіліць мінімум на 10 разов, бо 90 адсотку не прагляюць трёх секундал. Ну, про які лічбы мы зараз, як бы, кажем, ну, 20, можна таких лічбів намалівать, там, 20 тысяч, а все гэта. Треба глядяць на енгейджмент, на взаимодзіння з аудиторой. Я предлагаю, наверное, переходить к последнему нашему блоку. Это приятный блок, и отчасти он связан с тем, что начал рассказывать Антон. В общем-то, советы тем, кто делает подкасты, начинает, тем, кто хотел бы начать делать подкасты, возможно, те, кто уже этим занимаются, услышат для себя что-то новое от коллег. Вот, я призываю делиться секретиками и советиками. Антон, вот только что сказал о том, что да, действительно, как и с видео, 3 секунды. Я думаю, что с подкастами тоже начало подкаста, в общем-то, решает, будет ли человек слушать или нет. Ну, может быть, я предлагаю всем по опыту, да, то есть какое время, наверное, не 3 секунды, понятно, что там какие-то минуты первые все равно они решают. Так вот, что решает с вашей точки зрения, будет ли слушать человек этот подкаст хотя бы до половины, или в идеале до конца, и, может быть, какие-то советы, а что сделать, чтобы слушали и советовали? Ну, относно параду, мне падается, я прага тоже казал по вторуюся, вельми важно быть аутентичным, особливо, коли гэта, ну, размонный жанр, коли у вас есть размова. Вы повинны быть по сутности, вы робитесь, ну, наш подыход, мы повинны быть сябром, типа, нам, ну, вот, неким человек, коли он слухай, он повинна чуть, что он знаходится с нами зараз на кухне, табак. Свой. Так, табак, вот гэта вот неформальная обстановка нейкая. Гэта наш подыход, табак, быть аутентичным. Я думаю, шмат для яких разговорных подкастов, гэта так сама будет релевантна. Па другое, гэта график. Вельми, мы выходим кожную неделю. Мне падается, гэта вельми важно выходить кожный тыдень, раз на тыдень, мы выходим вечер и кожной неделе. Бо трэба выпрацовыць звычку твоего слухача, и он повинн ведать, что я уключил, ну, что вот сёня неделя вечер, ця сёня ранится понеделку, я иду на працу, и подкасты заявюся. Калі, нау, ты не робиш раз-два, то гэта кепска дразу гвабляецца вельми истотна аудитория. Я не паинь доверять тебе, я не паинь не верь, что твой подкаст заявица, нау, калі он не заявица, мы звычайно папярэджуваем, что у нас зараз будут вакации, нас не будзет там трыты дні, просто трыты дні вернемся. Тобак график гэта вельми важно. Якась хуку, гэта тое, што у нас вельми кепска, но гэта так, манапаўна, вельми важно. Ну, вот нешто такое. Я прошу додавать. Да, полностью согласен с Антоном, что он говорил. Нужно думать об идее. Если вы можете выразить идею в нескольких словах, предложениях, то значит, вы понимаете, о чем он. И помимо того, что сказал Антон, я еще добавлю, что важно делать киноутсы того, о чем вы говорите, то есть какую-то показывать структуру в тексте, чтобы человек знал, на что он подписывается и зачем ему это слушать. Вот. Ну, качество звука, то есть понятно. Можно редактировать плотно, чтобы хорошо звучало все. И можно украшать. Ну, то есть как ютуб блогеры делают какие-то видео-вставки, можно делать и аудио-вставки в том числе. То есть это интересно. Ну, мне кажется, что помимо идеи подкаста, я бы даже сказал, что формулировать ее нужно даже не в нескольких, а, наверное, в одном предложении или одной фразе. Особенно если я знакомлюсь с этим подкастом, и не ближайший родственник и не друг того, кто этот подкаст делает, мне принципиально важно, здесь срабатывают радийные законы в моем понимании. На радио есть такое непреложное правило. Если я в первые 15 секунд не рассказал, о чем это, слушать дальше практически невозможно. Только если у этого аудиопродукта, если он способен меня удержать с чьим-то советом, то есть мне его кто-то порекомендовал не просто какая-то машина, не просто рекомендация от iTunes, а какой-то конкретный человек, либо если это мой знакомый, тогда я действительно останусь. Если, повторюсь, незнакомый человек в первые 15 секунд, пожалуйста, скажите, о чем это. Моя рекомендация все-таки начинать каждый из подкастов, не думать о том, что слушатель, великий ваш поклонник, и слушатель прекрасно осведомлен от тех причин, по которым вы делаете подкасты, и прекрасно осведомлен о том, в чем ваша основная идея. Каждый выпуск воспринимать как отдельное произведение, и начинать его с просто сформулированной фразы, о чем этот подкаст, почему я должен у него задержаться. Мне кажется, качество звука – это тоже очень больной вопрос. С учетом того, какие возможности предлагают современные технологии, мне кажется, есть очень недорогая возможность делать достаточно качественный звук, петлички, любой современный мобильный телефон, и в принципе это уже достаточный уровень звука для того, чтобы… ну и помещение, не гулкое помещение, это меня тоже, например, беспокоит в подкастах, мне как слушателю некомфортно воспринимать звук, который летает по чьей-то кухне. Это я от себя, от своих интересов отталкиваюсь. Записывайте подкаст под одеялом, закройтесь в родительской спальне, соврите, что принимаете наркотики и записывайте подкаст под одеялом, звук будет лучше. И как мне видится, как мне видится в подкастах принципиально… то есть в чем есть в Беларуси возможность для развития подкастов, мне кажется, что у нас есть личности, мнение которых интересно окружающим, и эти личности, обладающие определенным весом, могут запросто убирать посредника в виде неких телеканалов, радиостанций, изданий и напрямую обращаться к своей аудитории. Вот в этом будущее, мне кажется, для Беларуси. Нам важно, чтобы эти личности появлялись в вот этой подкастовой среде. Я бы с удовольствием, например, не знаю, Максима Жбанкова слышал, я не знаю, может быть, у вас есть подкаст, но я бы с удовольствием слушал. Я, например, я с удовольствием всегда читаю материалы, где вас интервьюируют, или где вы обращаетесь в колонки к читателям. Но я бы с удовольствием, кстати, подкаст слушал, не пытаясь изловить вас по каким-то изданиям, общаясь с вами напрямую и имею возможность, например, задать вам какие-то вопросы. В остальных случаях принципиально важна идея. Сформулированная. И слушатель, в моем понимании… Максим Жбанков или идея. Да. Два варианта. То есть в моем понимании других вариантов быть не может. Чтобы разбавить немножко… Любая яркая личность, как минимум некоторое количество слушателей уже по умолчанию наберет, а дальше это то, как регулярно вы будете выходить. Регулярность здесь принципиально важна. И важно помнить, в каких условиях также потребляется подкаст. Вот то, о чем, мне кажется, тоже забывают подкастеры, о том, что в Америке, например, подкасты во многом популярны, потому что в том же Лос-Анджелесе есть гигантские пробки. Люди часто слушают подкасты в автомобиле. В Минске, к сожалению, к сожалению для меня гигантскими пробками похвастаться пока не может. Но я уже успеваю прослушать один выпуск книжного базара от «Медузы» за время, пока добираюсь до работы. Меня это очень радует. Это скрашивает состояние в пробках. И вот мне кажется принципиально важно понимать, что, как правило, ваш аудиопродукт не потребляют отдельно. То есть не садятся у камина в удобном кресле, закуривают трубку, гасят свет, зажигают свечи и включают аудиоподкасты в российской спальне. Да, с открытым сердцем для того, чтобы внимать каждому его слову. То есть то, почему не умирает радио, то, почему радио никогда не умрет, это возможность заниматься параллельно любым возможным делом. Параллельно работать, параллельно вести машину, параллельно, как это в Америке происходит, параллельно заниматься спортом. То есть именно поэтому, например, подкасты в моем понимании лучше не делать короткими, потому что человека, который вставил наушники и отправился на пробежку, ему будет как минимум неудобно каждые три минуты доставать мобильный телефон откуда-то из кармашка и запускать следующий подкаст. Какую длительность посоветуете? В моем понимании длительность от семи минут все-таки до полутора часов. Мне кажется, тот же сорокаминутный подкаст выигрывает по сравнению с трехминутным подкастом. Подкаст — это как сериал, где режиссер не скован рамками возможностей кинотеатров, тем, что на этом фильме зрители дружно должны хрустеть попкорном, какими-то возрастными ограничениями. Именно поэтому многие маститые режиссеры уходят в сериалы. Поэтому, наверное, маститые, светлые умы, должны уходить в подкасты, в моем понимании, потому что там есть возможность раскрыть некие идеи более полно, чем это можно было бы сделать в рамках каких-то существующих редакционных форматов, которые, в моем понимании, повторюсь, совершенно не нужны некоторым людям, которые запросто могут общаться напрямую с аудиторией. Спасибо. Анна, советы? Мне кажется, мы очень многое уже перечислили, практически все. Это и полезность, и быстро брать быка за рога. Я бы просто из своего опыта, от того, что мы общаемся со спикерами, сказала, что если вы намерены приглашать гостей, то задавайте провокационные вопросы, задавайте острые вопросы о том, что сейчас болит у общества. И нужно это делать так, чтобы подкаст не превращался в такую, знаете, бубнелку, когда вот все сидят, бубу-бу, всем скучно. Поэтому, чтобы, например, мы на Marketing by этого решили отойти и придумали мне соведущего. В результате у нас такая небольшая игра, плохой и добрый полицейский над нашим спикером. И это, собственно, оживляет подкаст тем, что мы задаем вопросы по-разному. Я задаю их мягко, а мой соведущий Сева задает их провокационно. Благодаря этому есть такие небольшие эмоциональные качели у спикера, которые превращают это в более острое слушание. Вот как-то так. Отличный совет. У нас есть такая парада. Калі возь з'является черговый хайп с чем-нибудь медийным, то в данні СМИ, яны думают, олскульные медиамэнеджеры воспрымают гэта як ворох чогось. И к штату, вось пришли подкасты, заберусь аудитория, радую памре. Можно гэта воспрымать не як ворох, а як дадатковую махчымысь, все к платформу махчыма спачатку будуть слухать вельми мало, але с цягам часу можна нарастить гэту аудиторию, дякуючи той же торгетованной рекляме. И калі гэта медийный подкаст и подкаст брэнду, то важна вельми оперативно реаговать на падеи. Абмерковують нешто, ёш вельми такая простая парада. У нас так з'яна адзин выпуск лаўся, які яшчо не выйшоў. Калі просто бамбіць, просто вазьміцеці, стэліфануцеці, запішіцца, ці просто захаваці галасавы, які вы дасылаюцца адзин аднаму, ці там не пішіцца ву фейсбуку, напрыклад, а вось просто выкажіццеці гэта і замандуйте гэта хутінька, як варіянт. І ёсь так сама па узамедзеню за да тарай парада прапануйцца вашым слухачам, калі гэта інформаційна некі інформаційна аддукаційна і падкаст, як дзігітал, напрыклад, прапануйцца сваім чыточам, слухачам дзяліцца ў коментарах, падайна кожнай плятформі зараз падкаст, я на ёсць, каб павалічыць колькаць, паказаць, што там, ці рекліма даўцца, што ў вас ёсць прапануйцца дзяліцца інсайтами, там, трымя новымі фактамі, які ён даведаліся, ці, напрыклад, спытайці, як іны, то, што вы ім зараз выдалі, як іны гэта скорыставіць, і ваўсіх новае, там, прасіцца даваць парады, і вельмі важна, ваўсі кажыць пра гук, што важна, важна, каба вас будь добры гук, і ваўсі, мы злавілі некалькі такіх вельмі простых спосабаў, гэта можна слухаць ў китайскіх навушніках за два рублі, вась просто, і яшчэ лепш, калі вы ецць ў метро, калі вы ведаеце, напрыклад, што вас слухаюць ў Менску толькі, дзек ў нас пераважнае больша ісць, і вась просто ў метро, калі вас добры чуваць, то гэта паказнік, што ў вас добры гу, калі не, то не зусім, так сяма важна слухаць падкаст на там падвоўнай хуткасті, так, на там адзін і два хуткасті, калі вы злавілівайце слово, злавілівайце некіе, калі вы нешто губляць, значыць гэта не так, і пытайціся лаць ця пытанкі, як вы слухаець, гэта ўсё, вась нешто такое, а ёдзяны, ёсць ней, класная парада так сама пагуку. Так, перша парада, калі раптам ў вас нема пледа, пад якім можна укрыцца і записацца, гэта можна зробіць седзячы ў шафі, ў зачынінай, там так сама ціха. Так, і гэта, дарэча, лайфхак ад нашага сябразрады рація, ён так записываю кожны дзень праграму пра спорт. І гостя пакткаста Максима Хлебца, трэцій выпуск, паслухайце. Так, я шэ парада пагуку, не бойціся зробіць перша выпуск самапальны, не абавязкова набываць микрофон за 200 доляраў, ў нас был такі кейс, калі мы записывалі першы выпуск, мы узяли микрофон, і мы не зауважалі, што мы яго не падлучылі, і мы записаліся на ўнутрын на микрофон макбука. Вось, і пасля апрацолкі шо вельмі класны гук, і першы коментар, які мы атрымалі, калі ў Фейсбука выклалі паткаст, был такі, «О, Боже, ў вас очін ровны звук». І мы вельмі абрадаваліся. І ясше пра фідбэк ёсць парада, калі раптам вы зауважалі, што вы выклалі паткаст, вы гу папушалі, але не шмат праслухованю. Прасіці фідбэк ў аудыторій, папрасіці свіх знайомых, хлопців, дзевчат, паслухаць і сказаць, як ім, таму што вы часам можеце не зауважаць ніяких сваіх касяков. Напрыклад, хтось ця не любіць, калі людзі пастоянна там бэкаюць, мэкаюць ў паткасті, вы гэтага не зауважалі, а вось чалавек гэта зауважуў. Або вы не як так, ну, гутарку вельмі не цікава пабудавалі. Бог, завсёды, вельмі важны, мінавіта, фідбэк ваших слухачоў, для каго гэта робіць. Я раскажу каротінку смешну гістору. Мы не профісійны, там, ведучы. Тому, калі мы пашалі записаць падкасты, заразуміляю, што гэта будзе довго, мы нанялі курс памаўленню, і мы там вучыліся там розым скорогаворкам, а то патакапыт пыль-попылі ліціт, і вот, все такое, як правильна дыхаць, бо мы, ну, раней для нас голос был гэта голос, гэта не был инструмент, для людзі гэта не каторых инструмент, і мы зразумею, што нам таксама трэба прынамсі штосі з гэтага зразумець, і ось, шлі сілы, прайшлі там весь курс, патам правда пересталі патрадзі гэта практикаванні, там гэта губляецца, но тым не менш. У нас ёсць ашчэ, паколькі я монтажу гук дзігітала, вось, мы зауважылі таксама, што ў нас, якраз першы выпуск у нас был з микрофонамі за агульна сума за 200 доля ройкі, вы так і не пачулі, вось, і, а пазній мы вырышылі просто, што мы записываемся адразу ў некальких праграмах і монтуемся таксама адразу ў некальких праграмах, гэта самая, напэвна, цепер то, што мы божзасю выкараставаем, гэта гараж бэнд, вось, і ёсць, 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 ясць такі вельмі просты спасаб праверыць, што вас з лукам, калі вы пачынаеце засынаць. Ну, гэта узровень гуку, і ў принцыпе, калі вы не умееце монтажыць, то там элементарный курс бесплатный на курсэры ці, там, за 10 доляру некі платны, то ён таксама вырытаю ў гэтам плані сітуацію. Пасиба. Ну, і тут мы біз медуза никуда, давайте послушаем минутку, що нам советують Лика. Телеграм-каналі запинена інструкція, як запустить подкаст. Я ровно, я щас, эта шутка була немножко серьёзна, потому що есть, ну, надо придумати идею, ответити себе на вопрос, почему це подкаст, ответити себе на вопрос, где моя аудиторія, кто оно, і в якій ситуацій она буде мене слушати. достаточне ли я хорошо говорю в микрофон, или достаточно хорошо говорят в микрофон те, кого я собираюся сделать ведущими, достаточне ли у них обаяння, нужно ли им потренироваться неделю, две, месяц, или лучше начать сейчас и как бы сразу прыгнуть в вагон и попробовать. Ну, и хочется ли вам его делать и в конце концов ещё ответить на вопрос, а почему это, ну, это я сказала, почему это подкаст. Ну, вот, пожалуй, пожалуй, всё, это такие общие слова, но это важно. Нужно понимать, зачем вы это делаете. Вот, в общем-то, да, смысловой блок у нас завершён, и если у вас есть какие-то вопросы к нашим спикерам, либо вы делаете подкаст и у вас есть дополнительная реплика, я прошу вас поднять руку. Мы очень исчерпывающие сегодня, да, что точно нет. Так, я прошу тогда подойти за микрофончиком. Антон, отдадим микрофон на минутку. Добрый день. Во-первых, большое спасибо за всю очень ценную информацию, которую вы поделились вместе с нами. Всё было очень полезно. У меня, возможно, технический вопрос, который связан с последними репликами. А монтаж, насколько он востребован вообще? Сколько времени у вас уходит на такого рода работу? То есть, в идеале, как я понимаю, у Антона, например, это такой плавный разговор, вы не сильно вмешиваетесь как бы потом, после этого в сам процесс производства. Или наоборот, это потом тщательно как-то так микшируется, сводится. То есть, вот, скажем так, насколько это востребовано, насколько это нужно и какое процентное соотношение между количеством времени, проведённым непосредственно, у микрофона и монтажной студии, назовём это так. У нас это отбывается так. Десять хвилин трыцать мы обмерковываем без записи, про что мы будем размовлять. Трыцать может растягнуться спокойно до годины, потому что мы пьём грабату и разговариваем просто про жизнь. Десять подкаст у нас, звучайно, займая 25-45 хвилин. Звучайно выпуск. Коли Зусим нас попёрло, это может быть до годины. Меньше, чем 25-7 хвилин, это не бывает. Ну, короче, десять, меньше за годину. И монтаж займая у нас десять и каля годины. Табак на подшатку в уголе праговорывайте, наипер, что вы будете потом начисто писать уже. Ну, конечно, мы праговорываем, мы складываем у вынеку план, что мы в якой последовательности, с чего пачнем, что будет потом, кто будет там обмерковым роли, я пачну, скажу про гэта, ты пачнем. Мы не вельмы глыбока у гэта идем, кожну тему, бо калі, ка мне там был, ну, лас такой ситуация, што самый цикавый подкаст отбудся перед записям подкасту. И гэта вельм популярна, ця інша ситуация, самый цикавый подкаст бувае пасля запису подкаста, калі вы записали, пашалі не што обмерковать, асаблю гэта бувае з гастями, калі запрашаеш, і ты выключаеш, і все, і пачалося самая цикавая. Директор скат, да? Так, так. Ну, таму вот перад, калі мы рахтуемся, мы спробуем не как рэсли тема, але не супер таму. І все гэта не апострадно перед записям, так? У мене такой вот вопрос как раз сейчас, я бы хотела у Александра спросить. Вы ведете ваши как раз подкасты исключительно лайв, то есть вы не монтируете? Да, мы первые выпуски монтировали, но поняли, что лучше нам работать над контролем самих себя и постоянно улучшать наш разговор и в процессе дойти до того, что вообще не нужно ничего редактировать. Но тут важно понимать о том, какая ваша цель. То есть если вы редактируете, то вы немного урезаете неформальность разговора. То есть все вот эти вот паузы, все там размышления какие-то, какой-то офф-топик, но при этом можно, например, редактировать так, что, допустим, вот у нас есть проект, с которым мы работаем, Mastermind.fm, там мы, например, редактируем вплоть до заиканий и э, о, все паузы, то есть вырезаем, делаем просто очень такую вылизанную красивую версию. Информационную, как бы уже такая чистенькая. Ну, примерно в этой ситуации у нас уходит 3 часа, час подкаста. А мы вогли, ну, пробуем ничего не вырезать. Только, когда там некие техничные баги, мы подвисли, не придумали, что сказать. Так, звучайно. С того, что мы засекали, у нас на подрыхтовку и запись с уходила максимум 3 годины, на монтаж 8 годин, потому что, когда у нас больше информационный, эдукационный подкаст, и мы вельми тяжко слухать. Там, 40, 30, губляються увага, и мы вырешили давать разбилки, разделять на зоны, гуковые эффекты, и, вось, на гэта саходзіть шмачасу, и так само шмачасу саходзіть на, вось, простое, что мы записываемся и редагуемся в некольких программах. Ось гэта питання так само еще было. На кольке варто выкрысталось в розны гуковые эффекты, ось гэта, и такие фичы. Цей мая сенс инвестовать в гэта? Ну, от у нас, на початку нашего подкаста, у нас есть наша стандартная интро. Интра, стандартная интро, гэта, як вокладка для альбома музыки. Тобак, люди, коли слухаються, они просто про заставку, потым, ну, гэта, як логотып твоего подкаста, неким сенси. Тобак, гэта, просто гуковые логотып твоего подкаста. Тобак, зарабить некая интро мая сенс. У нас есть интро для перебивок, гэта, гэта, уже там, опциональна, вось, ну. Я, прошу ответить Александру еще, монтируйте, не монтируйте, если не монтируйте или монтируйте, то почему? Да, у нас есть несколько подкастов, и каждый раз степень того, насколько запись подвергается монтажу и насколько это жесткий подкаст, насколько это жесткий монтаж зависит от конкретной цели. То есть нельзя нельзя применять жесткий монтаж при желании сконструировать естественную беседу. но делая образовательный подкаст, ну, образовательно-развлекательный, мы, например, пишем его достаточно долго, тратим большое время на то, чтобы и картинка была хорошей, поскольку одновременно и пишется, и видео, и на то, чтобы со звуком тоже все было в порядке, поэтому бывает и несколько дублей. Но, повторюсь, здесь все целиком и полностью зависит от того, какая стоит задача. Я большой фанат, например, Куджи-подкаста, а Куджи-подкаст приглашает к себе достаточно известных или широко известных в узких кругах товарищей, не делая с ними классическое интервью, а выстраивая такую максимально естественную беседу, поэтому там вполне естественно появляются лирические отступления, там вполне естественно появляются междометия и лексика, которая была бы неуместна при таком неком другом формате. Сначала задача про что мы, о чем мы, зачем мы это делаем, причем эта задача важна, в моем понимании, проговаривать каждый раз для своего слушателя то, что знаете вы, совсем не обязательно знает ваш слушатель, а отталкиваясь от этой идеи, каким образом я это монтирую, здесь нужно быть режиссером. Когда я делаю романтическую комедию, и у меня есть такой рваный, динамичный монтаж, возможно, это художественный прием, но поймет ли эта аудитория домохозяек, которые избавились от семейного гнета и вышли с подружкой посмотреть это в кинотеатре? Вряд ли. Поэтому цель и средства, которыми мы этого добиваемся. Спасибо большое. Универсальных точно нет рецептов. Это точно. А вот Анна сказала, что не монтируют мне на ушко, не монтируют, оставляя все вздохи. Да, даже оставляя матерщинку, которую мы запикиваем иногда. 40 минут беседы, она непринужденная, все охи, вздохи, оговорки, все включено, мы просто контролируем время, примерно в 40 минут мы просто закругляем беседу. Единственный совет, который могу дать, кстати, если вам хочется все-таки вставить джинглы для перебивки, для отдыха, слуха, есть библиотека как бесплатных джинглов, так и платных, они стоят очень недорого. Мы покупали свои джинглы в том числе, и просто когда тема переходит, разговор переходит с одного на другую тему, просто вставляем их для логических, как точек, скажем, в тексте. Вот и все. Отличный совет. Ну, я, наверное, поблагодарю всех спикеров, которые сегодня к нам пришли. Большое вам спасибо. Ну, а тем, кто собирается делать подкасты либо уже делает, ну, самое главное понимать, для чего вы это делаете, для кого вы это делаете, почему вам это, в общем-то, так радостно. В идеале, если не радостно, то и делать мне, наверное, не нужно. Вот. И на самом деле подкасты — это такая ниша, которая сейчас в нашей стране довольно свободная, конкуренции не слишком много, поэтому давайте будем ее создавать. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.